МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко, глядите у этого выпуска. Выслухать каждого и допомогать. Первый наместник керавника администрации президента Беларуси Максим Рыжанкоу провел прием грамадзян у Мазыры. Два береги случаи знов разом в Житковицком районе сенне открыли новый мост. 30 годов на варте парадку. Свое профессийное свято означает отрад милиции особого призначения. Беларусь уход карынного перолома у Великой Айчинной войне. У Гомель пройшла международная навуково-практичная конференция. А зараз об гэты меньшим больше подробязна. Стан дорог, нюансы працованного законодавства, судовые спрэчки. Сене перший наместник керавника администрации президента Беларуси Максим Рыжанкоу провел особистый прием грамадзян у Мазыры. За допомогой в решении своих пытанев и проблем звернулося коля 20 человек. Подробязнасти у Марины Джалай. Валентина Галушенка старожила в улице Працовная. Я наживею в самом старом микрорайоне Мазыра. Свой дом почала будовать в 1993-м годе. А позже годы женщину трубуя проблема, как добиться асфальтования своей улицы. Час от часу тут робить подсыпку со шебени, а лета кивара и Анжихар Купрацовна не задавальняя. Со своей скаргой она неодноразово зверталась у розной службы. Зараз вырошила трапить на прием до первого наместника керавника администрации президента Беларуси Максима Рыжанкова. В течение 10 лет мы с этим боремся. Писали жалобы в инстанции местные и областные. Вот в результате этих жалоб мы в 2016 году нам подсыпали шебень. Протяглась Працовной в улице 2,5 километры. Кап привести ее у выгляд, якого чекает Валентина Галушенка, потребны немалие гроши. Реши капитальный ремонт участков этой улицы якраз запланованы на наступный год. На сегодняшний день дорога выполнена в печально-гравильном исполнении. Ежегодно, не менее двух раз в год, ну и по мере необходимости, производится ее профилирование и подсыпка шебнем проблемных участков. На сегодняшний день дорога, как вы видите, не имеет ни ухабов, ни выбоин. Ремонт ее производится. На 2019 год данная дорога включена в перечном управлении по благоустройству с устройством сальтобетонного покрытия. Коллеги, это и вопрос, если же Харо особной в улице, то подчас приема агучывались и такие, что мают значение для многих беларусов. И потребуют вращения на державном узровне. Одно из них об обороне профсоюзными организациями права уработников на социальные отпуски с захованием заработной платы. С правом тем, что наймальники могут быть позбавлены махчимости оплачивать своим супрацовникам социальные отпуски, которые они берут по важливых причинах властного альбо семейного характера. Например, для похования родных, уступления у шлюб, удела в спортивных споборницах и так далее. Еще положения трудового кодекса не менялись, но позиция Министерства труда и социальной защиты, которая начали направлять в последнее время комментарии в органы государственного управления, она поменяла сегодня подход к этому и трактуется о том, что наниматель не имеет права предоставлять эти отпуска оплачиваемые, а надо изыскивать какие-то другие формы материальной компенсации. ГТ-питание, как и широк, и инших, Максим Рижанков означал особо. Они, по его мерковании, саправды потребуют глубокого анализу. Поздравилось мне обращение наших профсоюзов, которые пришли и, собственно говоря, внесли ряд таких серьезных инициатив по поддержке наших работающих в нефти, газовой и химии. Будем с этим разбираться. И, конечно, здорово, когда профсоюзы реально, на деле занимаются защитой интересов членов своей организации. Ну, были и вопросы, которые, конечно, какие-то местные власти, и не только Моторе касается здесь вопрос, потому что приезжали здесь и из Калинковича, и из Гомельского района. Они касаются таких тем, которые местные власти могут, собственно говоря, на своем уровне, проявив больше, наверное, какого-то такого подхода человеческого к людям, решить на местах не отмахиваться от людей. Прием продолжился пять годин. За этот час было выслухано каля 20 зворотов адже Харом Мазырского, Калинковичского и Гомельского районов, которые потребовали у всего только в устного отлумачения, многие взяты на контроль. Подобные встречи – реальная махшимость для граждан отримать отказы на хвалюющее питание и найти выйти с проблемных ситуаций. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель» из Мазыра. Сегодня в Житковицком районе открылся Яшедзин мост. И хоть он не таки протяглый, як Туровский, рух, по яким отновился 6 листопада, значение для мясового насельництва мая не меньшее. На урочистой церемонии побывал Олег Сенсерову. Отвездки Новая Ленина до Агрогородка Ленин у всех около двух километров. Олег Пирадолич, такую одлеглость, необходно было затратить, когда годины. Территория Ленинского госельского совета поделена на две частки роковой служб, причем все объекты социальной сферы находятся на центральной садибе. Урачи Ленинской участковой больницы кажут, что колено-сенецтво заречной зоной необходно было оказать терминовую допомогу. Прорцевать приходилось практически в экстремальных умовах. Тем больше, что большость пациентов пенсийного взрослого. Если по прямой ехать, это километры, в единицах исчисляемые, если по кругу, это сразу увеличивается в несколько раз. И не только в километражном варианте, но и во временном. Любая медицинская помощь, она неотложной считается, особенно когда экстренное состояние и часто возникающее у людей пожилого возраста. Коньки мостов у розной часы взлучали береги и раки, докладно не ведая уже никто. А почни местовый яспромгаз побудовал в 1974-м для перевозки дравнины. Потом его периодично ремонтовали, а леониде два года тому стало зрозумело. Необходно новое сбудование. Надо помогу в ясковцам, пришли военные. Рештки старого моста полностью разобрали и узвели новую конструкцию. Новый 54-метровый мост прослужб побудовали за три тыдни. До реализации проекта притягнули военнослужащих 188-й гвардейской инженерной бригады инженерных войск Министерства обороны Республики Беларусь. Ранейка трапит на Другий берег. Необходно было ехать в объезд, а маль 30 километров. Еще до официальных открытия моста в Разъяго переезжает техника местового сельского распредприемства. На Другим береге находится ферма, а ехать в объезд долго. Для же Хароу-Ленинского и размещенного на Другим береге Раке Милевицкого сельского совета новый мост. Объект житей необходный. Теперь и на праздство можно торопить без проблем и пенсию с почтой с вычастливого доставить. Что-то лица моста подавников, кто и они своей работой могут гонориться. Строительство этих мостов ведется уже не первый год. Хочу отметить, что только за два последних года инженерными частями подразделений было построено 14 таких мостов в различных регионах Беларуси. Эксплуатация их проходит без всяких проблем. Мосты строятся и были рассчитаны еще под наши мостостроительные средства под грузы от 40 тонн. Традиционное переразание червоной стушки и церемония освещения нового моста. Два береги Раке Служ снова объединены. Первый, на Другленный мост выезжает военная техника, которая использовалась при его реконструкции. 22-тонную машину конструкция вытремливая без проблем. По словам войсковцев, термин эксплуатации будет залежать от климатических умов и тривалости дровнины. Недзи проспять годов необходимо будет заменить элементы, которые пройдут в непридатность. После этого мост еще послужить. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадиокомпания Гомель, Житкинский район. У Гомель сегодня прошли урочистости с нагодой 30-го дня дня створения у Беларуси отрады у милиции особого призначения Министерства внутренних справ. Усе 30-ти годы иснования подразделения АМАП зауседы были на переднем крае боротьбы с криминалом. Забеспечение правопарадку на улице Харадоу, уделу операциях по затримании злочинцев, продухиление криминальных дейнях. Вывучка, профессионализм и отданность справе дозволяют с поспехом выполнять поставленные задачи. Первое – супрационники АМАП не только в службе. Ганарыца подразделения и спортивными досягнениями. Самое главное, что сформирован крепкий, сплоченный коллектив, в котором служат настоящие мужчины, преданные своему делу. И за эти 30 лет мы много чего преуспели и в спорте, и в соревнованиях, и в раскрытии преступления. Новые формы метода работы внедрены, специальная техника, вооружение. По часу рачистого схода веншаванне и пожаданне гучали у адроздеючих и былых супрационников АМАП. Лепши отримали у знагороды, подяки и подарунки. Так само отдали данину памяти тем, кто загинул при выполнении службовых обовязков. А на передании у Гонар, 30-ти год, супрационник отрады Александр Сюзев имкнулся адлюстровать разумение дваги силы духу, яке уластивая бойцам АМАПу. Кожный элемент композиции несел в себе сенсовую нагрузку. Камень символизует трывалость и стабильность. Каршун свободу имкнение до вершиня, зорко оборону и безопасу, щиты меч законность, гонор и адвагу, скруток историю. На церемонии открытия знака намесник министра внутренних справ, командующий внутренными войсками Юры Караев выказал уполненность, что композиция станет символом памяти про супрационников, яке уславили свое подразделение. Я не понаслышке знаю про ваше подразделение и вместе служили с некоторыми из вас и здесь на Гомельской земле и в 32-14. Я очень горд, что здесь стоят мои сослуживцы, ну, вы все мои сослуживцы, а я имею в виду, что мои однополчане, нас с вами, сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, вообще всех, кто служит в правоохранительной системе, отличает то, что мы чтим память тех, кто служил до нас и кто служит вместе с нами. Память о тех, кто прославил свое подразделение. Пункт пропуску Новая Гута працует в штатном режиме. Об этом поведомляет Белта со спасылкой на Держпагранкомитет Беларуси. Ситуация на беларуско-украинской мяжи нормализовалась с вечера 21 листопада. Зараз пропускная сдольность одновлена, черга не назирается. Находуемся отшить за ситуацией можно на официйном сайте Держпагранкомитета. Гомель поширает супрацовництво с Китаем в медицинской сферы. Сегодня подписано погоднение помеж клиникой при Университете традиционной китайской медицины города Чэнду и Гомельским областным клиничным шпиталем инвалидов Айчинной войны. В минулом году Управление Аховы Здоровья Гомельского Аблвы Конкама и Администрация традиционной китайской медицины города Чэнду подписали меморандум об супрацовництве. У шпиталя открылся специализованный медицинский центр. Новое погоднение дозволить гомельским медикам проводить навучание у китайских специалистов. Это шаг вперед. Мы подписали наконец-то соглашение о сотрудничестве между госпиталем города Чэнду который специализирует по китайской медицине традиционной и нашим госпиталям. Это соглашение пока подразумевает чисто гуманитарные проекты. То есть это будет обмен опытом обмен информацией консультацией через интернет. И одним из пунктов который для нас очень важен они предлагают взять наших специалистов на то чтобы постажировать их именно в городе Чэнду по методике традиционной китайской медицины. Мы отправим наших профессоров и исследователей в гомель чтобы они могли провести мастер-классы и решить возникающие проблемы. Стажировки для ваших врачей в Китае будут бесплатными. Также мы будем постоянно консультировать ваших специалистов дистанционно и помогать проводить операции. За год Центры традиционной китайской медицины в гомеле наведало около 1200 пациентов. Зараз там доступны иглорефлексотерапия, мануальная терапия, траволячение, разновиды массажу, утымлику, гарачами, каменями. Беларусь год коренных опералом в Великой Айчинной войне. Сегодня в Гомеле прошла международная научно-практичная конференция. Историчный форум просвятили 75-е годовение початку вызволения Гомеля. В дело им приняли навыковцы с Беларуси, России, Армении и Азербайджана. Вызволение беларусских территорий началось в листопаде 1943-го с Гомельско-Речицкой операции. До солдат Червоной Армии долучилися 10 тысяч партизан и подпольщиков. Многие из них пополнили роды военных и отправились вызволять иншие городы и везки. Гомель фашисты амаль знищили. Тут засталось усяго 10% от довоенной колькости насельництва. В разборанном городе началась титаничная праца по одновлению господарки. Именно в Гомель переехало затем из эвакуации и правительство БССР все государственные структуры именно здесь находились до того, когда в 44-м году уже был освобожден Минск. Поэтому безусловно это место знаковое и естественно не случайно мы выбрали его для проведения первого мероприятия в целом цикле мероприятий которые мы будем проводить посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подчас конференции новоколцы-историки обмерковывали подеи что отбывались оккупацийный режим историю партизанского руху и подполья военные деньги. Областная библиотека имя Ленина где проходила конференция у военные годы так само потерпела. Некранутой засталась только каштовная частка фонда якую свойчасово вывезли. Упадяку за теплый прием историки привезли широк сучасных историчных выданий и передали удар библиотеки. Это подборка исторической литературы новых изданий как нашего института так и наших коллег совместные результаты нашей работы. Верши у супроводжения оркестра Гомельская филармония и областный драматичный театр реализовали совместный творчий проект просвеченный 75 годю вызволения Гомеля. Коллективы культурных установ объедналися у огульной концертно-драматичной программе под назвой «И памятая выратованный свет». Волнение не выдавая оглядываюсь не расспрашивая так вот передавая предлагали песни кто-то сам играет кто-то под оркестр получились очень довольно хорошие красивые мощные номера когда актер драматического театра читает стихотворение в сопровождении оркестра это звучит очень мощно красиво прям мурашки по коже ГТ а так сама иншая новин вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный дякую за увагу и до новых встреч у эфира эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев здравствуйте попал в больницу житель Калинковича и за одну ночь украл три мобильных телефона 36-летний мужчина волей случая оказался у Мозырской больницы понимая что ночью все спят а двери как в квартирах на замок не запираются под покровом темноты стал ходить по палатам в надежде чем-нибудь поживиться в итоге его добычей стали три мобильных телефона медперсоналу а также одной из проснувшихся пациенток мужчина сказал что он тоже больной и просто ошибся палаты женщины поверили а когда спохватились вора и след простыл но приметы странствующего по палатам мужчины пациентки запомнили и получив подробное описание правоохранители задержали предполагаемого преступника через несколько часов ранее неоднократно судимый житель города Калинковичи 1982 года рождения воспользовавшись тем что за ним никто не наблюдает в ночное время проник в одно из стационарных отделений Мозжерской городской больницы где из палат похитил три мобильных телефона в последующем похищенном скрылся им распорядился по своему усмотрению к моменту задержания воришка успел продать один из телефонов и даже это отметить два других украденных гаджета оказались при нем сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания он неоднократно судим в том числе за хулиганство разбой кражу и состоит на учете у нарколога на территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия в которых один человек получил телесные повреждения около восьми вечера 35-летний водитель управляя автомобилем Шкода Фабия на улице Мазурова в Гомеле совершил наезд на 54-летнюю женщину-пешехода выезжая из дворовой поворот направо в этот момент женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора в результате чего произошел наезд она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу предположительно неосторожность при курении стала причиной пожара произошедшего накануне в Жлобине погибла 65-летняя пенсионерка в половине восьмого вечера спасатели районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в одной из многоэтажек по прибытии к месту вызова из окон квартиры на втором этаже шел густой черный дым в ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы в горячей кухне обнаружено тело хозяйки квартиры из соседних квартир работники МЧС эвакуировали четырех человек известно что 29 апреля нынешнего года работники Жлобинского районного подразделения МЧС посещали данную квартиру и лично беседовали с погибшей женщиной о важности соблюдения правил пожарной безопасности с вручением наглядной изобразительной продукции в результате пожара огнем повреждена мебель на кухне закопченные стены причина пожара устанавливается одна из версий неосторожное обращение с огнем при курении проверку проводит следственная оперативная группа назначена судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы такой обзор происшествий к этому часу оставайтесь с нами и берегите себя я Руслан Габрилев благодарю за внимание до свидания на телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин здравствуйте в одной восьмой финала Кубка вызова ЕГФ Гомель сыграет с командой Кока из хорватского города Вораждин таковы результаты жеребьевки которая состоялась сегодня в Вене в штаб-квартире Европейской гонбольной федерации соперник гомельчанок имеет небогатую еврокубковую историю лишь одно выступление на континентальной арене В сезоне 2001-2002 годов Кока добиралась до четвертьфинала Кубка обладателей кубков Сейчас в чемпионате Хорватии команда занимает шестое место Первый поединок одной восьмой финала состоится второго или третьего февраля на ответный через неделю девятого или десятого Между тем женская гонбольная сборная отправилась в Грецию команде Тома Жачатера В ближайшие три дня предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира 2019 года Соперники белорусских девушек сборная Греции Португалии и Италии Стартуют белорусские завтра поединком с португалками на следующий день игра против хозяек гречанок Завершит турнир Беларусь 25 ноября матчем против сборной Италии Путевку в следующий раунд отбора получат победители квартетов а также лучшие из тех команд которые займут вторые места Гомель делегировала в нацкоманду шесть гонболисток это Наталья Котина Кристина Храменко Виктория Шимановская Ирина Моккот Ирина Трезной Екатерина Селицкая В мужском чемпионате Беларуси по гонболу сыграны очередные поединки Столичный СКА без проблем дома одолел могилевскую команду Машека 38-24 Гомель не смог прервать беспроигрышную серию Команда Сергея Цыганкова в гостях проиграла Гродненскому Кронану 29-25 У гомельчан пятое место в турнирной таблице лидирует БГК В Гомеле собрались лучшие юные грации со всей страны в областном центре проходят первенство Беларуси по художественной гимнастике Соревнования проводятся в четырех возрастных категориях Самым маленьким участницам нет и десяти лет В начале года белорусская художественная гимнастика получила собственный дворец Многофункциональный комплекс в столице стал центром подготовки белорусской грации Между тем не забывают и про регионы Мы любим приезжать в Гомель Гомель всегда очень хорошо нас встречает всегда все очень организовано и в принципе мы стараемся чтобы республиканские соревнования проходили не только в городе Минске чтобы и охватить области и чтобы и зрители и популяризация была и в разных областях Соревнования само по себе волнующее ответственное мероприятие Когда за твоим выступлением следит главный тренер национальной команды то все чувства умножаются на двое Ирина Липарская лично оценивает подрастающее поколение Попасть в республиканский центр олимпийской подготовки мечта каждой гимнастки удачное выступление на Гомельском ковре несомненно приблизит спортсмена к желаемой цели Здесь также представлены гимнастки республиканского центра олимпийской подготовки Это самые сильные дети они отбираются со всех областей Мы приглашаем их туда даже самые маленькие например вот Стрельцова Дарья она из города Гомеля из вашего города 2009 года рождения Я думаю что шанс всегда есть у всех Главное показать трудиться и показать тот максимум который стремятся и тренеры и дети и невозможного нет Победителей первенства Беларуси назовут завтра На этом пока все С новостями спорта вас знакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин